Чем же ее убирать, эту пыль? Гляньте, какой двигатель! Это ж можно этой фигней продуть и сварочный аппарат. О-о-о! Да это меня сдует, не то, что там пыль с компьютера. Здравствуйте, наши дорогие зрители! Сегодня будет видео не совсем о сварке, но непосредственно касаться будет нашей сварочной темы. В общем, не так давно я купил себе ноутбук и очень часто на нем работаю. Там перебираю видео отснятые, монтажную программу закидываю, что-нибудь порезать. И я обратил внимание, у меня ноутбук был когда-то очень давно. В основном я работал со стационарным компьютером. А вот сейчас у меня ноутбук, основной компьютер, и на него очень сильно садится пыль. На клавиатуру я задался вопросом. Думаю, чем же ее убирать, эту пыль? Думаю, ну ноутбук, влажная салфетка нельзя, потому что пыль эта перемешается с этой влагой. Это будет вообще жесть. Надо, думаю, воздух какой-то. Воздух под давлением. И думаю, как же это сделать? Я забил просто в Яндекс. Воздуходумка для удаления пыли с клавиатуры. Яндекс выдал вот такую тему. Это не реклама, это реально я купил за свои деньги. Даже не думал про сварку в тот момент. Там по фотографии было совсем непонятно. Я думал, оно маленькое такое и с небольшой мощностью. Ну и заказал. Стоит тысяча рублей, ребят. Заказал у нас магазин Сбер Мегамаркет. Там еще можно было заплатить бонусами спасибо от Сбербанка. В общем, стоит эта фигня тысячу там с копейками. У меня как раз бонусы спасибо накопились. И я там, по-моему, 15 рублей реальных заплатил. Остальное бонусами с меня списали и все. Меня через три приходит. Я иду забираюсь, смотрю, думаю, что такая большая коробка, ребят. Достаю. Гляньте, какой двигатель. Да это меня сдует, не то, что там пыль с компьютера. И у меня сразу мысль. Помните, не так давно, вот я сейчас дам ссылочку, не так давно мы снимали обзор на вот этот Foxwood. И вот у меня мой старый Foxwood, мы его открывали, и там пылища внутри. У меня сразу мысль. Это ж можно этой фигней продуть и сварочный аппарат. И я думаю, надо ребятам об этом рассказать, потому что, ну, не у каждого в гараже есть воздух под давлением, да. Аппараты все-таки продувать надо. Хотя бы, ну, раз в год, раз в два года однозначно желательно его вскрыть и продуть. И поэтому я решил, ребят, сейчас прям при вас откроем этот аппарат и посмотрим, как это работает. Конечно, с клавиатуры пыль он сдул просто за секунду. Ну, смотрите. Тут поток такой воздуха приличный. Ребятки, ну, смотрите, это как раз наш клиент. Для нашей темы это как раз то, что надо. Я его, конечно, грешным делом, каюсь, ребята, очень давно не продувал. Года три точно. Так, ну что, погнали, ребят. О-о-о-о. Ну, я думаю, достаточно. Это уже совсем другое же дело, да. Все, пыль мы сдули, можно закрывать и работать еще годика три, а потом еще раз его вскрывать. По-моему, тема годная. Вполне продувать не только можно аппараты, всякие там труднодоступные места, где пыль невозможно достать. Он еще, конечно, работает как пылесос, вот эта штука. Ее вот если сюда вот так одеть, здесь в комплекте есть вот такой мешок. Ну, не знаю, я вряд ли буду пользоваться им как пылесосом. Тем более, там внутрь попадет пыль, туда все это забьется. А выдуть пыль, ну, супер тема. Ребята, это не реклама. Не пишите там, что я там продался рекламодателю. Купил честно за свои деньги. Если будут там какие-то серьезные претензии, могу даже показать че. Хотел с вами вот поделиться такой темой. Давайте надолго не прощаемся. Всем добра, всем мира, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok